ну он тоже теплый вот эти два теплых эти два холодных вот этот самый холодный и такой самый бред маленькое сравнение ondo 812 и 8 дюймов 79 4 ядерный процессор 2 частота до 1 и 5 гигагерц гигагерц или меньше гигагерц ну ладно здесь будем на самом деле здесь тоже я знаю что гигагерц но ты вроде говорил что 800 я не задумывался я ничего не говорил тихо ты тут не выдавать что мы с тобой вообще до этого разговаривали так упомянул просто ладно здесь 2 гигабайта оперативно здесь то есть в четыре раза меньше чем здесь флеш накопить 32 но это здесь 3 4 да здесь 16 плюс 32 можно флешку вставить эта модель потому что на вай фай без 3g это тоже без 3g это время работы bluetooth есть bluetooth же есть здесь нет нет здесь вот в этом нет здесь процессор просто его не поддерживать надо это и все это не но там больше 있어 монетами и теснета и тут у меня есть еще есть и там есть да там и сцена и там и все его сцена и ткая она сцена то есть но там не vanity эффективно а на которые эти два года назад никто не было зарплатить этот недостаточно университет У этого выше угол обзора, явно. Больше, да. У iPad mini, говорю, там что вы... Равен 180. Нет, не 180. Ну да, 180. Туда 90, сюда 90. Уже видно. Да. Признаем. Экран на iPad mini лучше. Ну, можно сравнить третий, ради интереса. Ну, давай третий. Ну, здесь, видишь, тоже, кстати, этот экранчик... Все-таки я не обращал внимания. Вот сейчас обратил внимание, что он, по-моему, похуже, чем... Короче, на iPad mini лучше экран, что только... Ну, наверное, это лучше, наверное. Лыжи делают лучше экраны. Нет, вот Samsung. Samsung лучше экраны. Опять же, пока не узнаешь, не узнаешь. Вес 330, да? У этого вес 400... Может быть, 310 даже. 310, у этого... Не помню. Почти, короче, полкило вес. 300 с чем-то. 310-330. Ну, понятно. Я не помню. Ну, он 310. Некоторые говорили, что этот планшет похож на iPad mini. Нифига он не похож, но зато он похож на обычный iPad. Очень похож. И даже владелец iPad'а признает. Да, рамка. Ты же признаешь, это же рамка похожа. Да, вот они прям симулировали ее. Не, ну не хватает одной кнопочки вот этой. Нет, ну смотри, грани-то четко сделаны. Грани похожи, да. Визуально очень, они в один. Это, короче, такой уменьшенный iPad. Вот настоящий iPad mini. А это не iPad mini. Они даже не похожи. Это вообще не родственники. Ну, если только сводные брать. Ничего, возможно, пятый будет такой же. По весу очень сильно отличаются, да? Ну, конечно. Этот, наверное, ближе к iPad 3, чем к iPad mini. Ну, не совсем, но близко. Почти. Там все-таки почти тяжелее. По удобству держания. Вот смотри, вот этот ты можешь вот так держать, да? Рукой. Здесь есть защита, но ты пальцы-то не можешь вот так вот держать. Почему? Смотри, я же не держу. Да, просто так. Я могу взять так. Ну, ладно. Я могу взять так. Чего ж, тут этот мне тоже больше нравится. Хрен нельзя говорить на камеру. Ну, в смысле, на камеру говорить можно, но потом людям... Вот, смотри, насколько толще. Плюс, мало того, что толщина. Этот вот чуть закругленный, да, грани, а здесь-то он дальше толще идет еще. Здесь похож на первый iPad. Держаем. По граням. У нас общего на... Ой, ты кнопочку нажала. Общего на этих планшетах стоит только Epic Citadel. Давай запустим, посмотрим. Зачем, нормально. Этот, бенчмарк запускай. Нет, нет бенчмарка. В смысле? Вообще нет? То есть нельзя посмотреть, сколько кадров в секунду? Ну, давай, Гид Тур запускай. Ну, я быстрее запустил. Ну, если не сравнивать, кстати, согласись, тоже достойно выделить. Данная программа, да? Ну, данная программа, но... Здесь экран все равно выглядит лучше. Не знаю, мне нравится больше. Да он просто теплее. Мне вообще теплый цвет больше нравится. Запускаю. Реально долго. Он же тоже зап... Слушай, ну, 2 гигабайта, видно, куда-то выглядел. Очень много памяти, видишь? Вот, вернулся. В этом проблема. Медленно, медленно, да. Да, проблема вообще этого планшета в прошивке. Он реально очень сырая. Ну, здесь, да, тепло. Ну, кстати, тормозит. Тормозит, тормозит, тормозит. Что, правило тормозить? Конечно. Вот здесь вот. Ну-ка, в каком месте у тебя тормозит? Вот здесь, когда поворачиваешь, ты видишь дергание. Слушай, а мне нет дерганий. Офигеть. Да, цене. Круто. Хоть в чем-то. А я вот сюда вот встану, у меня здесь тормозит не будет. Хотя, в этом режиме, кстати, любой поздно, на месте. Но, наверное, больше этой детали присовывать к этому. Вот показано все работающие приложения. Занято 293 мегабайта. Свободно 1,3 гигабайта оперативной памяти. Ну, куда нахрен 2 гигабайта здесь пихать? Ну, что он запрашивает меньше. Ты камеру не войми только. А я не знаю, сколько здесь у меня работает. Ты не можешь посмотреть, сколько у тебя занято? Ну, учитывая, что у меня пока еще, пока я не обновил, у меня все взломанное устройство, я, конечно же, если очень захочу, допустим, только игра и Safari. Все остальное не активно. Но оно возвратится вот буквально за секунду, если ты княешь. Ну, что такое кнуть. Вот я кнула, но не очень долго, и она у меня включится. Все настройки сохраняются в толстой моментально. Но она просто типа снапшота, то есть. Но они не активны. Вот сейчас активно большее количество экранов. А памяти занята. Я сейчас вышел, да, с этой игры. Я, кстати, не вышел, она у меня до сих пор должна идти. Не, она у меня вроде бы висит. О, видел, да? Глюканула. Что у тебя там глюканула? Я не успел заметить. Ну-ка, ну-ка, а это еще и глючит. Так, у меня свобода памяти здесь. Все, 7 мегабайт. Слушай, прикол. Смотри, Серега, она, похоже, выгружается. Видишь, я нахожусь на том же месте, да? Однако, если смотрю запущенные приложения, работающие, ее здесь нет. Значит, выгружается. Она, видимо, полностью выгружается. Когда я запускаю, просто восстанавливается. Поэтому так долго. А разработчики так сделали, да? Вопрос, для чего она выгружается. Ну, не страшно, загрузила, работаешь. Что тебе? Нет, просто мы теперь выяснили, почему вот этот черный экран долго, потому что он полностью ее выгружается с памяти. Вот в чем дело. Ну, ладно. Этот планшет умеет воспроизводить видео, 4К называется. Как не может? 2048 точек на 1536. Я думаю, нет. А что если закинуть ради интереса? Сможем мы туда его закинуть? Ну, это придется через компьютер кидать. Wi-Fi можешь загрузить? По-моему, стандартный. Сервер можешь поднять? Нет, нет, нет. А можешь зайти в браузер, на свое видео закинуть на какой-нибудь сервер? 300 мегабайт могу кидать на куда-нибудь. Нет, я, скажем, вот я сейчас возьму и запущу у себя сервер Wi-Fi. Можешь на него загрузить? Ну, если к Wi-Fi точки смогут спонуться, я пошли. А, ты сейчас уже находишься на Wi-Fi. В твоем... Да. Смотри, кстати, заявлено вот это 4К видео, но притормаживает. Отоблеменно. Ну, потому что такая прошивка. Ну, китайцы как делают? Они сначала делают железо, а потом начинают писать в софт. Они продали 1,4 ГГц. 1,5 ГГц заявлено. Продали, да. А сейчас стоит 1 ГГц. Я с медиатаги смогу это сделать. Может, вам нравится. Я не знаю, что сейчас откроется. Что, здесь оплата файл? Да. Давай. Мне нужна галерея. Видишь, работает, значит. А, вот это видео. Да? Ну, типа что-то пошло. Ждем. Да я откуда знаю, какой Wi-Fi. Мы сейчас какую? G точку или M цепанули? Ты к чему подцепился? КМ? Я не знаю. Ты к чему сказал? Я думаю, у меня используется один канал, это предел 150 мегабит. Мне чем нравится, вот видел только что, когда я загрузить, нажал, и там выбрало, ну, приложение принадлежал, я мог обычный файловый менеджер выбрать, файловый менеджер выбрать. Здесь нельзя. Можно подключить фотографии, отослать, а все прочее делается только изнутри других приложений. Лучше никак. Это жестко завязано, это ограничение. Либо он не умеет. Давай вот про тачки я тебе отсылаю. А, подожди, бежи, бежи. Слушай, RRMVB, это что за... Будешь смеяться, но он это, аппарат. Ах ты! Программно он декодирует, аппаратно не смог. Он понятно, аппаратно понятно, чип не поддерживает, а программно пытается. Ну, это процессором. Программный декодер ставлю. Давай посмотрим, чей... Это, с самого начала запускай. Час, подожди. А я уже удалю. Ну и нахрен ты это сделал. Вот, смотри, программное декодирование. Да, такие же тормоза, как и у тебя, собственно говоря. Хоть и частоты... А, частоты одинаковые. Да, один в один. Да, вот программный, вот аппаратный. Аппаратный пытается, но всё равно не может. Да, частоты не хватает, я больше чем уверен. А, подожди, если он аппаратный... Всё равно, видимо, чего не хватает. Ну, я, честно говоря, не понимаю ажиотажа насчёт 4К пока вообще никак. Я вообще не понимаю, у меня такого телевизора нет. Можно вообще... Про машинки... Особенно здесь 4К, как актуально, офигеть. А, блин, опять забыл. Про машинки RRMVB. Не то кидаешь? Такой формат у тебя пойдёт? А, не знаю. Посмотрим. Давай кинем. Особенно вот на этом экране 4К так актуально. Нет, понятно, но... Это же не этот планшет виноват в том, что у нас производит такое видео. В нём просто стоит процессор, который это умеет воспроизводить. Потом начнут делать видеоплееры. Вот такие вот маленькие коробочки, которые просто закидываешь туда на флешку этот фильм и смотришь на телевизоре. Пока не актуально. Мне актуально. У меня дома видеоплеер стоит с каким-то древним чипом, который Full HD воспроизводит. А телек у меня не умеет воспроизводить. Пока фильмов нету даже читая ИК. Скоро будут. Не волнуйся. Хотя, блин, я ещё... Честно скажи, сколько? Года три. Я лично до сих пор смотрю все видео в 720p. Меня устраивает. На большом телевизоре. Я не вижу разницы. Я не хочу грузить больше. А я смотрел один фильм... Я просто представляю, что 4К мне надо, наверное, во всю стену. Блин, Франкенштейн... О, залилось. Да ладно. Да, я смотрел один фильм, 720 у меня был и 1080. Знаешь, отличия есть. Ну, пытается. Значит, знает. О, воспроизводит, но... У тебя, это, аппаратный декод. А, он даже не спросил. Либо он, знаешь, что он программно работает. Если спросил. Он, видимо, кодик не этот, не H24, поэтому он даже не задал вопрос и попёр. Да нет, должен быть H24. Давай, посмотрим. Ну, он что-то не задал вопрос, я не знаю. Инструменты, свойства. RMVB. Кстати, Full HD. 1280 на 720. Х, я вижу его разрешение. Ну, у меня тоже это же самое показалось. Ну-ка, что такое ещё? О, вот кодек. Смотри. Real Video 4.0 кодек. Это что вообще за кодек? Это не, это не H24. Загрузил уже? Да нет, это же многозадачный с тем. Пускай там грузит, а я тебе покажу. Вот, смотри. Ещё один видеоролик. У меня, может быть, и нет. Я, конечно, могу свернуть, но, может быть, это... Слушай, Windows Media Video 9 кодек вообще. Ну, а чё? Это старый кодек, интересно? У тебя. Кидай. Сейчас закинется. Сейчас тот посмотрим. Нормально играет? Да нет, все распространяем на кодеке. Ну, и давай следующий. MPEG. Они-то известны. Демо 4.0 кодек. Вмв. Тоже играет? Нет, Демо 4.0 я до этого выпускал. Да, а это Демо 2? Это Демо 2.0. Тоже не задал вопрос насчёт аппаратного декодирования. Либо включил по умолчанию, либо программный. Файл от? Ну-ка, запусти. Я потом сверну. Никогда, я не пользуюсь просто. Нет, ни к чему. Пошла? Пошла. Сверни. Не пошла. Стоп. Не пошла, не идёт. Остановилась, да? Пайлот, да. Ну да, это ограничение. Ну, ладно, давай запустим. Возможно, ограничение этой программы, потому что другие, возможно, могут. Кстати, можно сделать с другим. Всё, пошла. Ну, фары нет, Total Commander есть сейчас. Демо 3. Я тебе третьи демо сейчас кидаю? 313 мегабайтов. А, у меня нет аппаратных кнопок. Аппаратных нет? Нет, только программных. Вообще, аппаратные кнопки только домой и включение. Ну, как же так? Ну, вот так. Ты хочешь сказать, вот эта штука, это относится к видеопроигрывателю? Только к нему. То есть, если бы я сейчас тебе эти картинки, например, вот так пытался кинуть, он бы в видеопроигрывателю закинуть? Я бы спросил в другую программу. А если в другой программе нельзя вот такую вот файсетку открыть? Ну, программу миллион. Сколько там уже тысяч? Поэтому на свой вкус можно найти всегда. Интересно, а кто-нибудь хоть знает? Ну, ладно, в Google Play там 500, по-моему, тысячи. Так разные версии еще и так далее. А, вообще, подожди, было какое-то загруженное? Я уже не помню сколько. Ну, 700 тысяч, по-моему, я слышал в последний раз. Для iPad? Ну, большинство них приложений полное говно. Да, большинство говно. Согласен с тобой. Как и для Android. Да, да, да. Вот, знаешь, есть 500 приложений для Android. Вот там ТОК просто есть. Я выбираю, вот ими можно пользоваться. А все остальные, блин, бред. Большинство непонятных игрушек, там, фонариков и всякой ерунды. Это кодек iPad 4 Part 2. Он вообще должен играть нормально. У тебя так же? Ну, давай на одном месте на каком-нибудь. Нет, она не бросается. Да нет, на обоих не помню. Она так снята просто. Она снята на такую камеру, видать. Потом обработана, и получился такой эффект, как будто дерганя такие. Сам видео такое. Ну, вот когда вот так вот смотришь, да, ярче, намного ярче. Ну, вот здесь полностью автоматика стоит. Я и мне настраиваю. Это, конечно, может быть не так. Я думаю, можно сделать еще ярче. Здесь просто нет датчика освещенности вообще. У нас совсем ярком-ярком-ярком солнце, конечно, уследнет все. Вы понимаете, что могу сделать? Нет, у меня там максимум уже все. Да? Да. Нет, здесь нормально, кстати. Ну, я обычно слушаю вот так вот. Там, на YouTube, еще что-нибудь. Вообще не проблема. Но в шумном помещении, конечно, это. Даже это не поможет. Но в таком нормальном печени все слышно. Включение здесь вот маленькая кнопочка. Нажми, русский выбери. Да попадаешь, попадаешь, всегда попадаешь. Как бы взяли и вытащили, как бы помедленнее, что ли. Ой, понты-то какие понты. Я это видел, блин. Нет, разные клавиатуры. Можно другую клавиатуру поставить. Там нельзя. В общем, ни к чему. Ну, тоже пытается, да, этот баллировать. Ну, плавно крутится, как бы. Не напрягает? Ну, сходу не бросается ничего в глаза. Ну, попробуй поувеличивать, поменьшать. Я спорнула бы у вас, конечно. Это какая-то ступенчатая сейчас вот непонятная. Просто вот я сейчас увеличиваю. Ты бразбишься, да? Шагами. Дергается, да. Почему ты голосовой пояс Google используешь на своей этом? Один, два, три. Ну, ты сказал один, два, три. Тебе и сказал один, два, три. Не очень. Раз, два, три, раз, два, три. Это уже не очень. Я очень нечётко говорю. Ну-ка, туда попробуй такое же сказать. Я очень нечётко говорю. Я очень нечётко говорю. А здесь вот 4.1 мне понравилось. Можно запустить распознаватель этого голоса и без выхода в интернет даже диктовать. Он будет всё это печатать. Нет, здесь так вот нельзя. Да нет, это просто Google Поиск запускается, и всё. Ну, понятно. Нет, здесь кроме Google Поиска именно есть диктовка. Ну, понятно, гугловская фигня, что-то говорить. Но то, что вот это притормаживает, кажется, странно. Вот эти тормоза это именно из-за прошивки. Поверь, большинство других планшетов вообще не тормозит на лаунчерах. Нет, ну, здесь с другой стороны ничего и нет. Именно лаунчер такой, да? Не лаунчер такой, такая прошивка вообще, она глючная, жутко. Вот это хорошо, пока мы с тобой тестируем, ни разу не завис. Мне было жутко стыдно. А вообще виснет, реально, вообще сырость сырая. Ну, что ты хочешь процессору 4 месяца, грубо? Планшету 3 месяца и прошивку, я не знаю, вчера написали, не вчера, в феврале написали вот эту версию. Ну, сложно сказать, потому что нету этих нормальной какой-нибудь программки. Почему нет? Смотри, какие программки есть. Вон, GTA, GTA Vice City, пожалуйста. Это неинтересно. Что-нибудь с текстом, браузерник, показатель, что-нибудь такое есть. Так вот, CoolReader есть. Ну, хотя бы это. Ну, вот книжка тебе загрузилась какая-то. Алексей, отлично. Это что так? И откуда знаю? Наверное, прошивка. Ну, здесь вроде скролирует, в принципе. Сходу не понять. А картинка, Игорь, есть, да, изображение? Не закрывай. Так, нельзя. Все как-то неправильно. Можешь смотреть, если ты хочешь картинки посмотреть. Вот. Ну, давай картинки посмотрим. Там я непосредственно задействовала, да? Какую-то рамку можно использовать? Ну, что? Ну, точно так же. И почти не так же. Увеличение, уменьшение все эти стандарты. Двойной щелчок полностью увеличить, а еще двойной уменьшить. Ну, конечно, даже здесь он почувствуется, к моменту. Ну, как-то это, как-то так. Что-то тебе две мышки. Ну, это вот поменьше, это получше качество. Ну, может, загружали. Это похоже, видно, но это получше. Вот такая. Ну, этот момент не очень. Не отработан еще. Либо китайцами, либо этими. Гугл. На девочках остановился. Ладно. Сестры забыл, как их зовут. А я их вообще не знаю. Они в этом играли. Я и моя тень. Вот эти-то девочки получше будут, чем те-то. Ну, понятно, да-да-да-да. Дом покрашен. Крашеный алюминий, да? Не анодированный. Не знаю, но краска легко сдирается. Я уже проверил. Ну, там вот на третьем он анодированный. То есть, он так просто не поцарапаешь. Да, на третьем. На третьем второй смакивает стекло. Датчиков никаких. Вообще никаких. Ну, акселерометр, гироскоп и все. HDMI mini, да, видимо? Минь. Ну, а, да, mini, mini. Он один, HDMI mini. Куда? В какую-то сторону? Бок. Ну, и ты запустил сразу Google Now. Понял. Кнопок тут нет. Ясно. Офигеть. С таким звуком прям делаем ванятой. И как снимки? Ну, попробуй. Вон, сразу снизу на галерею можешь тыкать, досмотреть. Шумов много. Ну, темно, в принципе. Шумов и будет много. Пока не стокусируется, не хватает. Здесь поменьше шумов. Тяжелый. Тяжелый все-таки. По сравнению с mini. Если сравнивать с mini, все-таки тяжеловат. Если сравнивать со вторым, например, ну, может быть, интересный вариант. Будем считать, что прошивка уже нормальная, не смотрим вот на эти тормоза. Ну, как альтернатива второму, может быть, mini все-таки лучше. Ну, а просто в цене. Если денег нет, то, в принципе, пофиг. Что-то на нем можно будет делать. Ну, понятно. У меня денег не для меня подойдет. Но, если вообще есть вариант выбрать, я бы выбрал mini, если сравнение брать. Субтитры сделал DimaTorzok